Ну, Мария, у меня к вам очень простой вопрос. О том, зачем нужно ходить на выставки, все понятно. Но что делают на выставках и какова их эффективность? Расскажите нам. Здравствуйте. Вы знаете, очень интересная ситуация сейчас в России сложилась. Очень много продукции, очень много товаров интересных. Это можно видеть даже на этой выставке. Инновационных и традиционных. Огромное количество стендов. Но закупщиков, к сожалению, гораздо меньше, чем стендов и производителей. Поэтому, вы знаете, когда мы начинаем работать на выставках, мы понимаем, что, наверное, уже пришла такая ситуация, когда сам продукт по себе ничего уже не продает. Это особенно заметно у региональных производителей. Когда приходишь к ним и спрашиваешь, почему вас должны купить, они сразу начинают рассказывать о том, что у нас уникальный продукт, ему уверено, что это так и есть. Однако, если в данной ситуации не развивать технологии, правильно не строить продуктовую политику, ценовую политику, не решать правильно логистику, дистрибуционную политику, то даже самый прекрасный продукт не будет продаваться, поскольку уже не осталось совершенно полок, в которых не присутствует очень жесткая конкуренция. Поэтому на это нужно отвечать, наверное, уже не только с точки зрения создания нового продукта, но и технологии сбыта, технологии продажи, которые нужно осваивать, и которые нужно модернизировать достаточно часто, потому что ситуация очень быстро меняется и в сетях, и у дистрибьюторов. Что является основным маячком, в котором… Вот маячок, когда уже можно, грубо говоря, идти к профессионалам, говорить, слушайте, сами не справляемся, нужна помощь. Несколько моментов. Во-первых, когда вы выходите на рынок с каким-то новым продуктом, да, конечно, вам пришла идея в голову, какой-то продукт сделать, но здесь неплохо обратиться к специалистам, потому что они знают полку, имеют опыт работы с различными закупщиками, и мы можем, например, как специалисты сказать, о какой тренд в этой полке. Может быть, нам иногда проще разобраться в этом, чем, собственно говоря, молодым производителям. Если возникла потребность, допустим, разворачиваться в многих регионах или в каких-то новых совершенно каналах, иногда проще обратиться к специалистам, чем самим набивать шишку в наших ситуациях. Это очень дорогое удовольствие самим набирать этот опыт. Вот. Я считаю, что в этих ситуациях это важно. Но также при покупке, рассмотрении покупки новых предприятий, или если кому-то хотите продать свое предприятие, то, конечно, тоже желательно обратиться к специалисту для того, чтобы оценить ситуацию трезво. Вот примерно так. Что нужно сделать, чтобы обратиться к вам за консультацией, если вдруг кто-то из наших зрителей решает, что вот помощь профессиональная нужна? Можно позвонить. Так. Будем давать ссылочку на сайт. Может быть, приглашать подписаться на личную страничку на Фейсбуке. Может быть, есть какой-то профессиональный канал? Да, все это есть. С удовольствием. У нас на сайте Retail.ru есть моя личная страничка. Да, и мы сейчас работаем над созданием страницы компании. Поэтому все данные есть. Пожалуйста, обращайтесь. Будем всех рады видеть и помочь. В общем, чуть-чуть погуглите, и вы сможете пообщаться с профессионалами. Мария, вам большое спасибо. Желаю хорошего бизнеса, и пусть выставки для всех будут максимально эффективными. Огромное вам спасибо.